И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео. Да, вы перед своими глазами видите именно то, что видите. Это не сон, и это правда. Мы сегодня рассмотрим самый первый лего-журнал в моей, так сказать, истории, в истории канала. В общем, неожиданно появился в магазинчике, я такой иду, так сказать, надо было зайти там, купить всё прочее, и смотрю, где журнальчики, книжечки, что-то новенькое. Я такой, в смысле, как это, что это, чего это, присматриваюсь, а это же лего-журнал. Я знаю, что он с лего-книжечки есть, и немало, а тут лего-журнал. Везде, в принципе, есть эти журналы давно, то есть разные серии, то есть лего-сити, по йоркскому периоду, стар ворс и прочее, хайден, сайт и так далее, да, и тут смотрю, что-то знакомое, опа, лего-журнал, так ещё и с мини-фигур. В общем, сегодня мы будем это рассматривать, я надеюсь, что это будет появляться каждый месяц, либо хотя бы раз в два месяца, я даже не знаю, как они появляются. Если вы знаете, напишите в комментариях, как, например, я знаю, есть Сити, Стар Ворс и всё прочее, это идёт как, например, в январе журнал Ниндзяга, в марте, допустим, там Сити, в апреле, там, например, Стар Ворс, и вот так, или, например, Ниндзяга, и они выпускаются каждый месяц, Ниндзяга, Стар Ворс и так далее. Если вы знаете, напишите, потому что, правда, интересно узнать. В общем, всё, давайте будем рассматривать. Вот такой журнальчик купил, значит, здесь у нас мини-фигурка J, как бы Limited Edition. Естественно, это пакетик я оставлю, правда, вообще, я не знаю даже, как всё это комментировать, потому что первый раз. Это удовольствие стоит 4 евро, вот тут написано, Кайна, то есть цена 4 евро, и что могу сказать, это очень дёшево, и это очень правильная цена, так как одна мини-фигурка какой-нибудь серии 19 или даже 20, которая будет очень скоро в этом году, стоит также 4 евро. Ну, тут ещё мы получаем журнал с комиксами, с заданиями, плакаты и всё прочее, то есть это вообще очень дешёвый вариант. Это у нас первый выпуск, номер 1, 2020 год. Так что всё, давайте будем раскрывать вот такое очень длинное вступление, но, правда, надо было вот так уделить. Всё, открываем, и, как я понимаю, здесь должны быть странички все гладенькие. Вот, то есть по толщине я чувствую, да, очень приятно, так сказать, трогать журнал, но надеюсь, что так и везде. То есть все странички так аккуратно я вытаскиваю, аккуратненько. Всё, журнал у нас на свободе, теперь пакетик. Значит, такие пакетики на ютубе и в интернете я видел. Ух ты, здесь вот так. Так, значит, 2019 год, оружие, масштаб один к одному, и это вроде красиво открывается. Я надеюсь, такс, ух ты уж как залеплено, а как это открывать-то? Ну, в общем, я сумел. Такс, всё, высыпаем, высыпаем все запчасти. Так, у него лицо с двух сторон, опа, все запчасти сюда приклеились, ну да ладно. И, как бы, что тут у нас имеется? Я надеюсь, что больше здесь ничего не имеется, а если что-то имеется, то это цепь. Всё, вот такой мешочек, я, пожалуй, его в сторону уберу. Так, давайте соберём, ну так сказать, в прямом эфире и мини-фигурку. Вау, принтов здесь немало, здесь очень даже немало принтов имеется, то есть на ногах имеются принты, и получается это порез имеется, вау. Нагрузил него здесь всякие принты имеются, пояса и всё прочее. И сзади у нас на спине тоже имеются принты, вау. Дальше, как тут бы всё правильно собирать? Потом, получается, у нас маска собирается. Похожая маска у меня имеется у других мини-фигурок. Лицо у... ого! С двух сторон имеется вот лицо. Значит, такое как бы... И как бы вот такое... Угу. Чем-то он недоволен. Ну, давайте вот такое. Такое более-менее получше. Надеюсь, я правильно вставлю. Если что, я за кадром, так сказать, подправлю, исправлю. И, так сказать, закрываем полностью. И вот у нас получается вот такой джейн. Но у него нету здесь стихии, насколько я знаю, должно быть. Но, в общем, мини-фигурка прикольная. Даже, правда, прикольная. Потому что вот такое я, в принципе, никакой мини-фигурки не имею. Чтобы был какой-то порез. И, значит, делаем мы оружие. Оружие очень элементарно легкое. Это, получается, нунчак, как здесь написано на журнале. И, в принципе, все. То есть, вот такое имеется оружие. Надеюсь, я правильно собрал. И вот такое оружие вставляется в руку. Артикулируется у него все. Голова, руки, кисть, ноги сгибаются. Как говорится, да. И, в общем, все. То есть, вот такая фигурка. Правда, очень хорошая фигурка. Как бы мне нравится. Мне нравится. Но, в общем, про мини-фигурочку у меня имеется столичка слов. А теперь давайте рассматривать журнал. Вот такой очень яркий журнал. У нас здесь Мия или Ния. И, не ошибаюсь, Ния, Ллойд и Зейн. Значит, рассказывается, что в этом журнале будет. В общем, все. Открываем, так сказать. Погнали. Вау. Первая страничка толстенько. И тут у нас получается... Хммм. А что же это тут нам рассказывается? Тут говорится, что, получается, второй номер будет с Ллойдом. Как я понимаю, да. И, получается, здесь написано номер 2 2020 год. Ничего себе. Я потом почитаю. Получается, второй выпуск выйдет в мае. Значит, это январь-февраль. Получается, это за январь-февраль. Так, что ли? В общем, это за кадром разберусь. Наверное, даже это журнал на 2 месяца. Январь и февраль. Ого. Так, у нас имеется, получается, что, как бы, в журнале вообще имеется. Странички и все прочее. Так, хорошо. Переходим дальше. Блин. Странички здесь везде такие, как бы, гладенькие. Да, здесь уже пошли бумажные, но все равно они гладенькие и приятные. Так, здесь у нас немножечко про Джея рассказывается. Немножечко... Да, все на литовском, конечно же. Но, как бы, понятно, я живу в Литве, поэтому все на литовском. Дальше у нас идут задания с Джеем. Это очень даже хорошо. Значит, здесь нам нужно, получается, что-то вписать. В каком порядке. Что чего, наверное, да. Дальше нам, так сказать, здесь показывают, как собрать Джея. Но это мы и так знаем. Только проверить, правильно собрал или нет. Надеюсь, что да. И лабиринтик. Добраться до курицы. Хорошо. Начало мне пока что нравится. Дальше у нас имеется такой лабиринтик. Опять же. И опять же нужно, так сказать, собирать курицу. Хорошо. Значит, Джея любит куриные ножки. Я понял. Значит, так сказать, помочь дракону Джея собрать все куриные ножки. Но, как говорится, не съесть ему его друзей. Я понял. Задание тоже хорошее. И здесь нужно будет вычеркнуть все эти куриные ножки. Я понял. Дальше переходим. Здесь у нас имеется что? Слева заданица имеется. То есть, вот такой враг. Нам нужно, получается, найти оригинал. Если я не ошибаюсь, да. А тут, получается, нужно найти либо пару, либо еще что-то наподобие. В общем, нужно вчитаться и понять, что от нас, так сказать, требуют и хотят. Дальше. Здесь у нас идет рекламка новых наборчиков. Очень хорошие наборчики. Если я сам их возьму, но чуть-чуть позже. Правда, обалденные, интересные, необычные наборчики. Переходим дальше. Ох, здесь у нас первый комикс. И комикс, могу сказать, очень-то хорош. Он очень хорош. Прорисован очень хорошо. Мне нравится. Много различных всяких героев, мини-фигурок и все прочее. То есть, для меня это вообще, не знаю, первый раз для меня вот это все. И как бы, блин, вау. То есть, глаза у меня, правда, разбегаются. Странички очень тоненькие, бумажные, тоненькие, но гладенькие. То есть, приятно трогать. Ну, правда, конечно, тоненькие. Но, в общем, немало текста. То есть, почитать можно и будет интересно. Так, значит, у нас комикс продолжается. Я вижу, он не маленький. Много каких-то всяких таких монстров, не монстров, драконов. Здесь мы видим Ллойда, нашего сенсея, мастера Ву. И, в принципе, получается, у нас комикс заканчивается. А, продолжение дальше. Следует в этом же, конечно же, журнале. Дальше, у нас слева имеется, опять же, задание. И нам нужно, значит, эти темы соединить. Получается, вот в таком порядке или что-то в этом роде. Дальше. Как я знаю, здесь имеется плакат. И вот про плакат я буду ругаться. Почему? Потому что, как бы так, подождите-ка. Значит, здесь у нас, получается, молодой, так сказать, сенсей Ву, мастер Ву. И, так сказать, уже старый. И второй плакат у нас имеется вот этот. Но, к сожалению, это минус. Почему? Потому что, как бы, лучше бы сделали бы один плакат. И все, тут задание. Но они решили сделать так, как бы, с намеком, что, как бы, этот плакат нужно оторвать. Но у меня нет желания точно оторвать. И здесь вроде бы написано слово Ниндзя. Как бы плакат, что один, что второй, хорош. Но маленький минус. Могу сказать то, что он вот в таком виде. Ладно, переходим дальше. Здесь нам нужно, получается, разукрасить, если не ошибаюсь, это Джей. А кто иначе? Если это не Джей, то, значит, я не совсем знаю, кто это. Но, в общем... А, это Зейн. Здесь даже написано. Зейна нужно разукрасить. И посчитать, видимо, сюрикенов, сколько здесь имеется. Хорошо, задание неплохо. Идем дальше. Продолжение, так сказать, комикса. То есть, комикса здесь немало. То есть, это, в принципе, хорошо. Продолжается у нас битва. Новые герои. Не особо знаю, с какого это вообще, так сказать, эпизода. С какого это сезона идет. Но, в общем, как бы, будет, так сказать, что почитать. Здесь, правда, не маленький комикс имеется. И, в принципе, все. Конец комикса. Переходим дальше. Здесь у нас рассказывается про Ллойда. Наверное, почему рассказывается? Потому что следующий журнал будет с этой мини-фигуркой. Хорошо, я постараюсь брать, так сказать, эти журнальчики. Потому что, правда, это интересная тема. И, как бы, я очень давно хотел эти журналы. Но я все смотрю. Нету, нету и нету. То есть, рассказывается про Ллойда. Немножечко истории здесь. И, в принципе, столичка. То есть, факты, как тут написано. Дальше идем. Очередные, так сказать, задания. Очередное, как бы. И, видимо, это, наверное, игра на несколько человек, если я не ошибаюсь. Но картинка, правда, красивая. И много различных здесь фигурок. Дальше переходим. И у нас встречается здесь задание. Теперь здесь нужно нам поделать задание. Так сказать, да, собирать картинку. Нормальный вид его. Эту картинку привести. И здесь поотвечать на вопросы. И, видимо, найти настоящего нам края. Окей. Это задание даже очень интересное. Потому что здесь края не так уж мало. И, так сказать, можно слегка запутаться. Переходим дальше. И у нас что имеется? Здесь у нас имеются ответы. В принципе, это нужно. Потому что иногда, правда, ты не знаешь, какой ответ правильный будет. И здесь говорится нам то, что следующий журнал у нас Ниндзяга. И, конечно же, там будет Ллойд. Вот такой Ллойд. Почему бы и нет, я возьму. Потому что, правда, это первый журнал. И можно, в принципе, брать. Я думаю, потом какие-то будут фигурки другие. Например, не Ниндзя, а какие-нибудь враги. И это будет вообще вам. И толстенькая часть опять у нас идет. Получается, здесь у нас имеется 33 страницы. 34, 35 страниц. А то и как бы 36. То есть, в принципе, немало здесь страниц в этом журнале имеется. Это, получается, можно поставить как на полочку, не на полочку. Что-то такого. Но не вижу в этом смысла брать, портить журнал. Вот, как бы, в принципе, журнал-то очень тоненький. Но имеется, правда, много всего. Толстенькие странички у нас имеются только две. То есть, как бы, как одна. То есть, в начале и в конце. Вот. И, в принципе, очень много всего интересного внутри имеется. Если так уж говорить, от первого впечатления, правда. Я когда увидел в магазине, что имеется вот такое, я как бы, вау. Ничего себе. Что это? Как это? Неужели это тот журнал, о котором я думаю? И потом я смотрю, да, это правда. Плюс, здесь еще имеются фигурки. Также, когда здесь Star Wars, здесь какие-нибудь постройки и так далее. То есть, вот такие журналы, правда, очень интересные. Как бы, если журнал может быть временами, может, слегка, не очень. Зато у тебя вот такой маленький приз. Подарочек будет вау. Так что, столечко слов. Журнал очень хороший. Правда, есть, что почитать. Есть задания и все прочее. То есть, я дам оценку этому журналу. Ну, такую, как бы, на первый раз 9 из 10. Минус это плакат. То, что вот в таком виде они сделали. Да. И, как бы, может быть, то, что нужно повырезать и чуть-чуть попортить журнал. А так, в принципе, я доволен. И фигурка, правда, высший класс. Все. Все, столечко слов у меня об этом журнале. Я надеюсь, вам видео понравилось. Я надеюсь, что вы будете ждать обзоры по вот этой теме, по этим журналам Лего. Я не знаю даже, будут ли у нас продаваться только Лего Ниндзяга журналы, либо еще Стар Ворс и все прочее. В общем, как говорится, посмотрим, увидим. И, так сказать, буду еще что вас информировать, делать обзоры. Все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал InverPlay, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Чем больше нас, тем лучше. И увидимся в новых видео. Всем пока.